здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и граждане гисляндии сегодня у нас аналитика на темнокожего брата вот перед роликом хочу кое-что сказать мне тут написали что я бомж поэтому я клячу по доллару но опять школьники развлекаются но хочу сказать что бомжи они разные бывают вот например шведский бомж курт дегерман он был миллионером когда он умер то его родственники были просто шоке их просто трясло понимаете их просто трясло когда они узнали что их не родственник курт дегерман который собирал банки по помойкам по мусоркам был миллионером а он вкладывал деньги которым заработал на бабку на банках вкладывал в акции акции покупал смотрел следил за курсом акции из газет которые выбрасывали в мусорные бачки вот вам и бомж таких бомжей поучиться надо так ладно сейчас аналитика на темнокожего брата так смотрим на фотографию как всегда смотрим на задний план то есть задний план здесь вообще конкретно говорит в какой стране сделано фотография и даже в каком городе сделана фотография фотография сделано если вы спросите на задний план фотографии сделано где я думаю даже самые тупые люди ответят на этот вопрос фотографии сделано в нью-йорке потому что мы видим елука бы потому что мы видим ела светофоры своеобразные своеобразную архитектуру присущи только ну я считаю присущи только для нью-йорка вот вот ну на первом плане уже разметку видно то есть разметка тоже американская то есть фотография сделана в нью-йорке в америке здесь даже не возникает вопросов если там на предыдущих аналитиках фотография была где-то сделано в лесу или тёлка на брёвнах хрен его знает да где эти брёвна навалили может швеция может в россии непонятно то есть все понятно фотография сделана в нью-йорке что меня порадовало это то что вот эта фотография сделана качественно я конечно человек который не прочитал ни одной книжки ничем особо не интересуется но я не удивлюсь если эта фотография сделана была профессиональным фотографом я не удивлюсь почему потому что действительно хорошо выполнена фотография задний план он размазан передний план да стоит наш темнокожий брат он четко просматривается то есть я считаю что такая своеобразная профессиональная фотография стиле ньютона вот хорошо расположены те тени на теле темнокожего брата смешно получается тени на теле темнокожего брата а как тени могут быть на темной коже непонятно вот при всем при этом на асфальте нету тени велосипеда и самого темнокожего брата это еще более настораживает не была ли сделана фотография с специальными софитами вот не знаю я не фотограф сразу говорю я только человек который обращает внимание на детали все вы знаете что я тоже был в нью-йорке поэтому конкретно место не могу сказать конкретно где было сделано но это не брайтон бич это могу сразу сказать это не брайтон бич и я не думаю что это квинс несмотря на то что чувак это черный да и не гарлем это потому что на заднем плане ходят белые люди то есть в гарлеме там белый человек я вот признаюсь я был в гарлеме я был белый человек там вот на меня там смотрели как на ниггера понимаете вот я в гарлеме был ниггером понимаете вот поэтому это не гарлем это не квинс вот я думаю судя по фотке до чувак он такой ну может быть даже уличный артист то есть у него такой специальный велосипед сумочка имеется у него на руке какая какая-то фигня не могу рассмотреть что это за фигня но возможно это что-то такое связано с его с уличной клоунадой сумочка в которой он возит свою бутафорию ну для клоунаты он так зарабатывает деньги не нет деньги не на жизнь если даже он бедный чувак у него есть какое-нибудь пособие это просто у него такой экстра заработок вот возможно он занимается какой-то клоунадой на улице то есть у него специальный такой стиль который заставляет обратить на него внимание то есть как я уже сказал у него необычный велосипед немножко необычная прическа вот так к тому же он очень хорошо физически сложен я много раз своих старых роликах говорил что темнокожие братья они физически сложены намного лучше чем чем белые люди многие со мной сейчас не согласятся и скажут что белые люди они самые сильные поэтому вот они там чемпионы мира по штамге и по другим силовым видом спорта но понимаете белый человек он стремится к цели наверно поэтому он добивается этих целей а темнокожие братья они к сожалению любят ни хрена не делать и кушать бананы хотя физически я еще раз повторяю они лучше сложены чем белый человек у этого темнокожего брата если его одеть в одежду он не будет смотреться большим человеком но если его раздеть по голому торсу как он сфоткан на сфоткан на этом снимке да то вы видите уже конечно это тело спортивное тело можно сказать ну у него конечно тело не как гимнаста но все равно у него тело спортивное и спортивное оно у него не от того что он занимался спортом а он таким родился тушь он темнокожий брат и ничего с этим поделать нельзя вот ну я немножко отвлекся местонахождение его местонахождение моя версия местонахождение его конкретное местонахождение это нью-йорк но если конкретнее это наверно район сохо вот там много таких чуваков неординарных там много всяких эксибишен но это такие выставки картин всякого вот такой вот там много людей такого плана ходит сохо это находится на мангеттен я думаю что это сохо вот почему-то от него так вот кажется остальное гадать это как в небо пальцем тыкать то есть исходя из фотографии исходя из велосипеда чувака с его стиля внешнего вида это это сохо я больше приду и подтащения району сохо на мангеттен вот ну так же я уже как сказал этот чувак скорее всего уличный артист акробат клоун там что-нибудь такое жонглер может у него сумки загляд жонглерные палочки или еще что-нибудь может быть он на велосипеде катается и жонглирует что-то в этом роде он явно он явно не как бы это сказать не работает грузчиком или плотником возможно вам даже студент это его как бы только подработка летняя судя потому что фотография тоже сделано летом и летом больше туристов то есть бабло идет вот что еще можно сказать по этой фотке все пытаюсь рассмотреть что у него на руке но не позволяет мне фотографии это увидеть вот ну что касается конкретно национальности этого чувака вы как понимаете много же брат но у них есть много разных там стран я думаю что он гамбиец есть такая страна гамбия вот но он однозначно не сомалиец не эритреец он скорее всего гамбиец может быть республика конго но это его корни оттуда а так он американец я уверен что у него либо в его штанах либо дома есть американский паспорт то есть я человек родился в америке он не приехал не приплыл на банановом корабле и мигрантом никогда не был этот человек родился в америке он настоящий американец темнокожий американский брат шикарное тело шикарная кожа вот в общем то наверное и все больше сказать нечего сейчас еще раз посмотрю немножко ну да в принципе я готов мне больше нечего добавить так что вот такая вот аналитика на этого темнокожего брата а вообще мне очень многие присылают последнее время фотографии скажу честно вы меня задолбали уже с этими фотографиями присылать их вот давайте заканчивайте потому что я кроме как аналитики на фотографии тогда ничего не успею сделать понимаете вот тут еще одна интересная фотография тёлки у меня есть наверное вот на неё аналитику сделаю потом буду делать только выборочно аналитику на фотке если вот фотка понравится да то сделаю аналитику если не понравится делать не буду тоже реально я не успеваю и многим не нравится все давайте чуть чао а